Добросовестность в бизнесе. О ней можно судить в том числе и потому, используется ли при расчетах с населением контрольно-кассовая техника, сокращенно ККТ. Ее применение является обязательным. Сотрудники налоговой службы продолжают комплекс мероприятий в рамках отраслевых проектов по исключению так называемой теневой работы бизнес-структур на рынках, при дорожном сервисе и при продаже цветов. Сейчас у нас формируется уже блоками, берем, то есть по отраслям. Если раньше мы проводили мероприятие конкретно, от количества необходимо произвести проверок, то сейчас идет по отраслевое. В связи с этим реализуются те моменты, связанные с контролем и наблюдением. Мы сейчас проверки не проводим, потому что они запрещены до конца года. Мы мониторим территорию, то есть обходим территорию, путем осмотра, кто осуществляет деятельность, какие виды деятельности делают, соответственно, проверяем наличие, осматриваем, есть ли наличие кассового аппарата, есть ли дополнительные сотрудники, привлеченные к той или иной деятельности в сфере продажи цветочной продукции, автосервиса и, соответственно, рынки. Опыт контрольной работы показывает, что, к сожалению, не все предприниматели соблюдают требования законодательства по обязательному применению контрольно-кассовой техники. Имеются случаи, когда клиенту предлагается оплатить оказанную услугу наличными или совершить перевод денежных средств по телефону на банковскую карту. Ранее налоговые органы выявляли дорушителей порядка применения контрольно-кассовой техники, в том числе посредством постоянного мониторинга, расчетов и анализа показателей деятельности предприятия. Сейчас планы контрольных мероприятий формируются с учетом рискориентированного подхода и только в отношении недобросовестного бизнеса, не фиксирующего выручку через контрольно-кассовую технику в полном объеме. Подробнее с работой налоговой службы можно ознакомиться на официальном сайте Федеральной налоговой службы.